Я с удовольствием представляю первого нашего гостя на сегодня в видео-афише. Это Андрой Стокин Данха. Он во многих проектах задействован, но сегодня он как... Человек и пароход. Да, как музыкант группы Реха, потому как на этой неделе не просто так... Во-первых, добрый вечер. Привет, Аня Катя. Не просто так Андрой пришел к нам сегодня в студию. Дело в том, что и концерт 27 числа состоится у коллектива в граффити. Кроме того, еще и выпустили вы новый клип и видеодневник. Я предлагаю по порядку. О концерте поговорим напоследок, чтобы сразу пригласить. Для начала вот о тех релизах, которые буквально на днях состоялись в интернете. Клип называется «Нема Беларуси». Мы думали, что это будет звучальный клип, который для нас, для музыкантов. Потому что из архивных створных створных наши поездки некие. Мы включали камеру, когда ехали в машине, и сдымали все, что отбывается на вокал, и вышли его сделать для себя, такой клип. Но я займел некую цикавость в интернете, и его не как нырковый. Но мы не шокали. Мне кажется, и название такое провокационное, и припев. Что говорят люди, как реагируют, как воспринимают? И специально ли вы закладывали? Есть ли в этом, я не знаю, политика? Спрошу прямо то, о чем думаю. Когда это все писалось, я подумал, что «Нема Беларуси» — это значит то, что Беларусь — это не только назва, а и в первую очередь люди. И я подумал, что требует сделать некую песню про людей, с их хибами, с их некими слабыми месяцами. Ну, про нас, кара цей. И об тем, что в первую очередь Беларусь — это люди. Это мы, это ты, кто живет в городе. Это их тоже в городе. И вядома, что, напевно, некая провокация все-таки была, с нашего боку, я не веду. Ну, глядяши по реакции людей, так все одразу опынулся, что эта тема такая для всех острая, и тому шмат есть и таких вотгук у суворых, и шмат есть и приязных. Ну, их это, напевно, нормально. Для того, в принципе, и выдается некий видопродук, как был некий резонанс и розголос. Хорошо. Ну, мне кажется, что сама картинка в клипе, я имею в виду сменяющиеся кадры, белорусские пейзажи, какие-то зарисовки из обыденной жизни наших людей, они очень хорошо соответствуют смыслу песни. А что же можно увидеть в видеодневнике, который вы также представили? Так, вот в этой клипе он является часткой видояденника, и он такой концентрат. Потому что видояденник — это подеи, которые отбывались летом 2012 года. Вот наши поездки не только по Беларуси, але и заеме же. Некие размовы музыкантов, які не завсёдно связаны с музыкой, просто побытовые некие диалоги. Ну, нам было гэта цікаво тому, что мы хотели захавать такие моменты радости. Ну, как было, что узгадать пасля. Есть уже отзывы? Ну, на самой справе, фильм, ян 20 хвилин, ягон, напомню, тяжко глядеть людям. А клип, на клип, конечно, на клип много воду. Ну, тогда нужно как-то увеличивать количество просмотров. Почему стоит этот 20-минутный фильм досмотреть до конца? Ну, 20 хвилинный фильм, ян... Ну, калей человеку цякаво зазернуть за тый бок кулис, як, скажем, бачить музыкантов не тольки на сцене, а и паза сценой, калей, мог бы, цякаво такая кухня музычная, взаимодносины, гурця, то тады, напевно, гэтый фильм для тых людей. Опять же, гастрольная жизнь, это наверняка многих ломантиков привлекает. Есть там настоящий рок-н-ролл? Трэш и угар? Нет, решили без этого обойти. Все ж таки, мы думали, что гэтый фильм будет взглядеть не тольки дорослый. А, понятно, понятно. Хорошо, рекомендую найти и посмотреть эти новинки от трэха в сети интернет. Но есть еще один прекрасный повод. Андройс меня удивил, пришел сюда с призом, который получил... С дипломом. Только получил, да, вот такой прекрасный диплом. Оказывается, ну, точнее, я думаю, что киноманы знают, на днях проходил фестиваль Перпетентуум Мобиле в Минске, и получили вы награду Best Belarusian Film. Что это значит, за что наградили, и как вы вообще приняли участие в этом фестивале? Вот те видеопродукты, про которые мы казали, они рабились, хоть для нас самих, для музыкантов. Але у нас будет так само такой есть клип, который мы створали, и он с разликом на некие фестивали и конкурсы. Это анимационная праца, мы рабили ее разом с Денисом Межуем, нашим оператором, с наемым компьютерщиком. И эта анимационная праца, она рабилась за разликом на уже некие фестивали. Мы шмат часу ее присвятили, вот это не за месяц она, наверное, рабилась. На песню «Гурта Рэха. Город», и там музыканты «Гурта Рэха», анимационные персонажи такие, которые играют на улицах города Менска. Ну, я предлагаю посмотреть небольшой трейлер этого ролика, за который коллектив получил заслуженную награду. «Гурта Рэха» «Гурта Рэха» Еще раз напомню, только что мы смотрели трейлеры к одному из клипов группы «Гурта Рэха», за который коллектив получил награду «Лучший белорусский фильм». Когда же можно увидеть целиком и где? Я думаю, что в те раз в месяц мы его выкладим в интернет, и его можно будет свободно глядеть, свободно спамповывать. Вот я уже думала, что, наверное, ответит Андрусь, можно будет посмотреть на нашем концерте. Любят же музыканты делать премьеры прямо на концертах. На концерте, что будет интересного? Напомню, состоится выступление большой сольного коллектива 27 января в клубе «Граффити». Что там будет? «Махчима» будет премьерой песни. Песня называется «Снег». И когда все отрывается, я еще, правда, не телефоновал Полине, но «Махчима» мы запросим туда Республику Полину, чтобы она выконала эту песню. О, даже так. В смысле, дуэтной или только она? Она на вокале? Дуэтом. Ну, мы будем с нетерпением ждать. В преддверии праздника всех влюбленных это наверняка баллада какая-нибудь душесчупательная. Ну, лиричная песня, попсовая. А, вот даже так. Ну, тогда вам точно ни в коем случае нельзя пропустить концерт группы «Рэха». Ну, а вы попасть туда можете, между прочим, бесплатно. Напомню, телефон 239-5757. Звоните нам в прямой эфир. Андрус пришел не с пустыми руками, а с пригласительным билетом на предстоящий концерт. И у Андруся есть по этому поводу вопрос. Итак. Значит, у меня такое питание. Сябры, может быть, кто-нибудь сможет отказать, кто-нибудь ведая, что такое дубица. У Гуртарэха есть такая песня, которая называется «Дубица». И дубица – это такой предмет. И вот, если вы откажете, что это за предмет, то, кляласка, запрашаю вас на концерт бесплатно. Напомню, концерт состоится 27 января. Еще раз поздравляю со всеми новинками, со всеми релизами, с наградой. Ну, и, конечно, хорошо отыграть концерт. Побольше благодарные публики. И, наверное, продолжительного биса. Дякую великую. Спасибо большое. Напомню, у нас в студии видеоафиши был Андрей Стокенданх, а концерт группы «Реха» состоится 27 января в «Граффити».